что хорошо начинаем здравствуйте хорошо почему так хорошо чего так хорошо это очень хорошо что мы с вами опять увиделись это чудо потому что увидеться все не получается еще очень хорошо что вы как и я я надеюсь собираете вот такие вот всякие объекты вот здесь что нам может рассказать вот этот объект он может рассказать что это вот было такое усатая зубастая ушастая существо рыжие русский называется воверка но здесь пыталась но у него не получилось выскользнула или увидела что-то больше интереснее и забыла а второе существо но вот здесь но уже под корой и это насекомое детеныш насекомого который вот выгрыз то есть ребята о чем видео собирайте сейчас успевайте спустя месяц дожди ветра белки мыши и черви сделаю то что вы будете покупать у меня заказывать могли собрать сами разговор не об этом где же мы находимся почему так хорошо мы находимся в городской пуще это не просто желудет дуба чересчатого хотя это просто желудет дуба чересчатого но их мамкой матерью этих желудей является вот это вот существо вот это особь по биоскопии это особи 600 лет то есть дух захватывает на ладони держишь время почему машина времени потому что 25-30 людских поколений считать 25 лет рождаются дети то это да это 600 лет это серьезно откуда 600 лет скажут да ну вы все в роте невром была проведена биоскопия смотрели толщину ствола мы вот 8 человек могли его обхватить где-то три с половиной четыре метра толщина если брать то есть лобовое стекло этого маза три метра где-то на и море следов то есть дерево можно читать я попытаюсь вам озвучить чтобы рассказала дерево во первых давно я сюда езжу по своим человеческим меркам это 20 лет 20 лет я знаком 25 лет это пол моей жизни или там четверть века для дерева это мгновение в циклах плодоношения такие дуб плодоносит каждые четыре года вот эти вот шрамы это у него хорошая способность затягивающие мы видим как сомкнулась шрам возможно повреждение от машины или нижние такие повреждения интересно кора у нас здесь пущанские дубы у них кора как перья птицы кора нарастает корка и местами она отваливается например здесь мощная я думаю не мразобой на это удар от молнии который завальцовывается и как у пробковых дубов часть коры отпадает то есть вот здесь вот молодая кора мы видим начинает бугриться и старая кора уже наросшая которая держится и вот этот вот тяж мразобойный тянется до самой верхушки дерево у нас пуща в основном 30-ти метровая деревья это дерево возвышается над пущей как все дубы любят это возвышаться на высоте где-то 20 метров он возвышается 20-25 метров начинаются первые суча и каждый сук отдельный как ствол он возвышается над лесом общая высота дерева 42 метра 42-43 верх естественно не растет вот это след от прошлой войны это его пытались спилить сколько там у нас 80 лет назад 20 там 75 80 лет назад война была и вот этот тяж тянется бензодрели не было как сейчас и 3 рейх эти самые зацгруппа не смогла спилить здесь где-то шрам теряется и до пол ствола и остановились видимо остановило еще то что дерево как и все нормальные уважающие себя дубы заводят внутри себя дупло то есть когда было понятно по шершням и пчелам а там целая живет колония шершней сейчас они шныряют вот остановила работников ножа и топора от того чтобы мы был бы такой пенек видно что пилили высоко не снизу как сейчас так дубов было много эти вот все пни это 100 150 200-летние дубы дубовый пень характерно тлеет они здесь все усилено ну в их войне этот дуб остался ну и плюс видно охотничьего год 9 все охотились здесь оставили мхом поросшая северная сторона и вот следы от биоскопии здесь сверлили его и при выходе в дупло от общего размера годового кольца высчитали 600 лет 600 650 ориентировочно по поводу возраста 600 лет это пол жизни то есть дубы вообще европейский дуб чересчатый я вижу такую тенденцию везде уменьшают возраст и убирают высоту то есть уже пишут дуб это дерево высотой 30 метров это все муля и 45 и 50 метров дольская пуща это не самый старый дуб есть 700-летние дубы они в заповедной зоне здесь более доступная культурено сделали даже дорожку камни сюда на великах можно подъехать кстати кто приезжает мы обязательно возим на свидание с прекрасным здесь уже делегации 20 приезжала из литвы ребята из россии из украины действительно есть что потрогать пощупать посмотреть и вот эти вот вот эти вот капсулы с космонавтами которые чудом ускочили от 600-летнего дуба станут саженцами которые у нас кстати есть в магазине кто хочет интересную генетику генетика действительно интересная такие брылястые хорошая кора здесь особый дуб такой ну как и сосна как и ель интересная здесь островные ельники границы распространения граба на север и пуща это такое пограничное место вообще интересное что еще может рассказать дерево мы видим как оно как канат вьется то есть на молодых деревьев это нету а здесь кора заворачивается вот по спирали по часовой стрелке и вот эти вот коровые брылья такие видел только на сахалине у колопанокса мощная колопанокс белый орех или диморфан там трехсотлетний диморфан был тоже очень похоже кора дубы как перья как рисунок на крыльях бабочки характерная паттерна и такое вот прямо бери и делает холмистые гряды тебе пожалуйста можно подсмотреть структуру геопластики границ кромок очень интересно как нарастает мох вокруг все окружено грабинником то есть это дубово-грабовый лес классический европейский такой лес в карпатах но там граб еще дополняется буком мертвопокровные такие характерные буковые леса граб кстати под грабом лучше гораздо лучше растет разнотраве и таких дубов в белорусской пуще есть целые сообщества по два по три 600-летние 700-летние это очень интересно посмотреть как биологический объект дуб ведет себя как патриарх он заботится о своих подданных обильные урожая желуди несмотря на 600-летний возраст в европе есть дубы в которых жили монахи отшельники они несколько раз толще и старше этого дуба то есть речь идет о 1200 1500 лет есть такие дубы о них сообщается в литературе всяком случае может они сейчас уже их и может и не быть последнее время сильно попадала много старых деревьев выпадают за экологией но в прошлом описаны такие деревья нужно ли нам при посадке если мы хотим долговечное родовое дерево посадить себе на участке о чем сразу озаботиться как нам чтобы дерево дожило до таких лет почтенных лет ну во первых мы видим что это полнодревесный одноствольный дуб он сформирован видно при состоянии леса он не рос на открытом месте и под годом ему служили сосны явно сосны а потом вторично грабы которые держат его уровень ветвей значит состояние вот этой морозобоины я думаю что этот скорее всего удар от молнии и дуб послужил громоотводом у него просто отскочила кора потому что пожаровоспламенение не произошло а на морозобоину это вообще не похоже то есть она не с южной стороны с такой это ближе к северо-западу заходящее солнце и она тянется до самого верха еще могу сказать что видимо этот дуб был несколько раз выше есть такое мнение потому что ветки резко останавливается на вершине там сверху такая развилка больших веток то есть возможно он пережил усекновение от удара молнии головы и верхушки и распустил уже каждую отдельную ветку похоже на отдельный ствол ширина кроны где-то метров наверно 20 на 10 метров отходят ветки в каждую сторону не знаю как они мерили или коптером или лазерной рулеткой сейчас много способов измерения но я действительно вижу что минимум 35 метров девятиэтажный дом я вижу корневые тяжи что дуб приобретают контрафорсы то есть на 200-300 летних дубах такого нету то есть каждой ветви скелетной соответствует сектор секторально идет корень корневой тяж ну и видимо это укрепление от парусности то есть у нас здесь бывают ветра сильные и это вот концепция о том что нету старых деревьев там 300 там 500 лет не есть старые деревья просто их не показывают и это по-своему чудо потому что здесь особенно на пограничье каждая на пограничье сами понимаете каждая война захватывающую значит страна захватывающая территорию стремилась вывести ресурсы а дубовая древесина это ну не то что ресурс это быстрое средство обогащения здесь белойской пущей было сделано узкоколейная дорога в первую мировую во второй мировой войны здесь свозили лес очень повысекли хорошо повысекли но природа восстанавливается с тягом часу как говорят идет и дрожжение восстанавливается слава богу дубы и что-то еще какие-то крупицы остались процент наверное три там один процент от древостоя вот таких деревьев и даже с космоса видно если в гугле посмотреть этот дуб видно по характерному размаху кроны и большие дубы видно по поводу хвойных есть 300-летние сосны я их засниму тоже покажу и даже сосна живет по 500 лет есть 350 лет 400 лет сосны но они тоже находятся в труднодоступной территории к ним не проведены дороги это надо спец там пропуск разрешение потому что на пограничной части находится ну и выводы резюме дуб не черенкуется размножается он исключительно желудями и лучше всего его сажать тетрапакеты и по поводу сбора семян вот вот эти вот желуди вот это вот качественный желудь на сто процентов схожий вот такой желудь это уже 70 процентов зародыш жив а вот такие коричневые желуди это вот я вам покажу что это уже очень тяжелый случай то есть сильная 50 процентов повреждения но зародыш зародыш вот он то есть мы видим зеленые семидоли вот эти вот значит запас и такой желудок тоже можно вырастить процентов 25-30 что я выращивать при случае что расколупаю найду вредителя заразу которую подоела подгрызла и посажу сейчас что сберечь желудь невозможно в этом году относительно неплохой урожай дуба болотного будут свои белорусские семена и дуба скального здесь белорусская пуща он находится на пределе своего юга восточного распространения также как пихта белая белорусская пуща очень интересный объект приезжайте в гости мы проведем обзорную экскурсию где увидим такой дендрологический тур по старинным усадьбам и именно таким вот природным объектом памятником природы раритетом даже соберем семена вот еще один биологический объект который стоит посмотреть всегда удивляет сейчас освещение еще такое интересно вечерние ну как раз 8 сентября еще раз скажу 2011 год сосна сосна боровая сосны огромное реала на там сибири там чуть не на дальнего востока доходит за уралом и вот наша пущанская сосна 350 лет по стендам 350 ориентировочная оценка потому что не знаю биоскопии не делали наверное но дендрохронология говорит о том что сосны вообще сосна боровая в хороших условиях таких вот как здесь может и до 500 лет доживать по литературе не знаю что такое 500 лет это это серьезно ну 20 поколений людей это и что такое 350 лет назад это же литовское княжество это вообще не укладывается в голове что тут было когда это было сеянцем а сейчас это вот такое вот дерево сказать интересно то что 60 лет назад была эта сосна описана она за 60 лет выросла толщина ствола на 5 сантиметров всего сейчас 135 сантиметров толщина не во вхвате в сечении даже нету полтора метра но и высота 30 метров дерево остановилась в росте уже похоже давно потому что каждая отдельная ветка растет столом даже есть такой серьезный ствол почему а нету смысла расти выше то есть добралась до уровня где можно разбрасывать семена и вот сосновые шишки там вполне себе завязывается интересно было бы даже взять семян и попробовать вырастить что это будет пущанские сосны отличаются такой брылястой панцирной корой как кольчуга кольчужные сосны на финском заливе и туда курская коса как я видел сосны отличаются они другие и здесь очень разные фактуры коры и здесь видно что дерево крутится то есть есть тоже мразобойный или какой-то тяж такой сбитой коры и он закручивается таким косым шрамом вокруг дерева верхушки если присмотреться даже видно в расщелине от выпавшей ветви выросла березка растет и такое бывает в городе на крышах засеется топор или осина с березой дерево может прожить при хорошем стечении обстоятельств 50 100 и 150 лет вполне единственное здесь проложили дорогу и перебили некоторые корни асфальтовая дорога мы видим выгнивший корень возможно от повреждения заращивающая способность не такая как у дуба то есть вот эти вот старые ранения засмоленные смолой вот здесь вот живица подтекает они почти не зарастают сколько лет назад то произошло уже лишайником покрылась даже мох в коре растет ну так она и держится со сне в общем то не страшно как и дубу дубов дубильные вещества и древесина не так быстро разлагаются такое ранение даже липе там или ясень небольшой могло быть критическим в таком возрасте кора постепенно отваливается интересно такими струпьями отходит и дерево наклоненное в целом интересно почему есть такая тенденция оранжевая кора интересно вот именно панцирная кора доходит до самого верха у молодых сосен она заканчивается с первыми живыми ветвями и у этой тоже видно как оранжевая тонкая кора начинается или заканчивается у первых живых ветвей это высота около 20 метров 10 метров живых ветвей старые ветви оплывают наплывами то есть древесина пытается их выдавить но они постепенно тлеют и отваливаются на месте выпавших ветвей остаются бородавки наплывы капы такие ну капы это о накоплении мутаций и свили вот такие вот то есть это может даже не капа свиль по всему стволу идут вот такие интересные ну и конечно индивидуальность такие сосны очень индивидуальны у каждой свой такой облик есть даже сосна у которой проход есть то есть она как на ходульных корнях и сосна тоже древние есть за 300 лет и видимо она в охотничьих каких-то инициациях использовалась про нее ходят легенды я сам до нее не доезжал видел фотографии интересный объект природный что сказать если вы вот такой авторский текст такое замечание вы хотите иметь такое большое дерево учтите размеры и учтите ситуацию то есть сосне нужен свет сосну будто кедровая кедровидные сосны живут дольше сосны не обязательно должен свет воздух и она должна формироваться на один общий ствол не допускать конкурирующих лидеров которые потом результате и расщепят ну и сосны прозрачная их можно сажать особенно такие с якорными корнями не кедровые сосны сосна джеффри сосна желтая даже и веймутовые сосны можно сажать достаточно близко к строениям и формировать их не высокими а больше широкими чтобы крыша закрывалась куполом из хвои видите какая сосна прозрачная самом деле под ней хорошо себя чувствует все остальные деревья никакого закисления ничего такого близко нету буду надеяться что эта сосна проживет еще свои законные столько же лет может ну почти столько же вот такой репортаж про гигантов долгожителей и про то что мы можем иметь у себя рядом во всяком случае наши дети и внуки вполне могут я думаю если мы серьезно возьмемся не просто коротать свою жизнь возьмемся за дело как добровольцы соратники с экологическим мышлением мы можем создать вот такие вот живые картины и биологические объекты на этом все привет из белорусской пущи